Продолжение следует... Я поздравляю вас всех с этим праздником, желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вам всегда светило солнышко, когда вам это нужно, чтобы всегда шли дожди, когда вам это нужно, чтобы все-все в вашей жизни слаживалось удачно. Я сегодня хочу... ну, отдыхаю я, я не хочу сегодня работать, воскресенье и к тому же праздник. Я хочу вам сделать короткий обзор, или может быть просто обзор, я не знаю, какой он получится, короткой длины всего моего участка. Ну, друзья, я не буду рассказывать, я буду просто показывать и под музыку. Пусть это будет вам, ну, просто отдыхающий фильм, скажем так. Поехали! 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 КОНЕЦ Друзья, это мы у моей теплицы, где у меня рассада стоит. Вот, посмотрите, уже гладиолусы попрорастали. Все надо уже стараться высаживать, а холодно. Посмотрите, какая стала рассада. Кошмар растет быстро сейчас все. Друзья, очень быстро растет. Ужас. Вот бегонии. Там цветы посеянные. Тут и перцы. Перцы уже зацветают, собираются. Надо обрывать листочки. Пеларгония. Колиусы. Это я пересаживала вместе с вами цветочки. Вот даже бархатцы зацветают. Видите, что делается? Вот еще сколько рассады. И здесь ужас много. Цветочков много, друзья. Кеоргинки. Питуни. Это вот тыковка новая. Уже сходят у меня пряности. Базилики. Эти. 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 Как их. Сейчас скажу. Базилики. Как вспомнишь название. Базилики разные. Много чего. А это вот из семян. Всходят у меня уже. Эти. Из семян у меня калы уже всходят. Питуни очень много, друзья. И они на улице начнут очень быстро расти. Очень быстро. Вот помидорчики начинают только сходить. С помидорами. Здесь у меня проблемы. Так. Ну что. Вот так, друзья. Вот видите. Это все пряности тут у меня сводят. Вот гранатик. Сестра привозила. А это, друзья. Орех. А этот. Как же его. Фисташка, друзья. Два штуки. Это сестра вывела. Из семечки. Ну посмотрим, что будет. Вот так, друзья. Работы. Очень много. Очень много. Начинают сходить клубневые уже растения. Прорастают. Прорастают. Вот. Еще вот бегонии здесь. А тут же я сеяла огурцы. И кабачки. И дыньки. И все. А вот посмотрите. Кал прорастает. Надо все. Посмотрите, какие уже у них корни. Видите, что делается. Ужас. И это я в зиму сейчас засыпала. В холодильник ложила. Так что. Ну а эти. Владиолусы вообще кошмар. Посмотрите, что делается. Надо их срочно, срочно перебирать. Вот эти разбирать. А то начнут криво расти. Еще лук вот надо посадить. Короче, ужас. Вот это все у меня, друзья. Все рассада. Все кругом рассада. Много рассады. Это вот вьющиеся. Это кабея, друзья. Вот это. А это вот другой. Я точно не знаю. Фасолькой такой сажается. Один остался. Было три. Вот уж вперед еще загубила. Занесла. Перцы огромные, друзья. Огромные, огромные. Вот больше не будут так рано сеять. Это 100%. Переросли перцы вообще. Так, друзья. Это другая теплица. Маленькая, как я говорю. Посмотрите, помидорки уже какие. Видите? Повсходили почти 7. Между рядочков пришлось ставить горшки. Некуда ставить. Уже вообще некуда. Некуда. Помидорчики уже хорошие, друзья. Замечательные помидорки. Они начнут быстро расти. Вот потеплеет. У нас 4 дня заморозок. На почве. Вообще до 4 градусов. На почве не знаю сколько. Вот такие дела. Вот там еще эти гортензии стоят. Вот горшков сколько вы видите. Кругом горшки. Кругом, 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 кругом. Днем, правда, сейчас тепло. Так что хорошо. Так, друзья. Ну и заодно я вам покажу, что делается на данном этапе с моими прививками. Вот, посмотрите. Вот, как видите. Начинают вегетировать прививочки мои. Вот одна. Вот, посмотрите. Розовые уже почечки. Видите? Другая. Вот наверху. Вот наверху. Посмотрите. Как бы вам так показать, чтобы было видно. Сейчас зайти надо с такой стороны, чтобы было видно. Зеленый конус. Ну, плохо никак не могу показать. Вот здесь. Вот на этой, друзья, почки. Посмотрите. Обратите внимание. И вот там вот зеленый конус. Ну, плохо отсвечивает никак. Тоже. В общем, пошли обе. Эти пока ничего. Ну, это прошлогодняя. Эти пока, друзья, ничего. Однако, вот эта прививочка. Обратите внимание. Почечки приподнялись. Это говорит о том, что начинает вегетировать. Здесь пока тишина, как видите, прижатый. Пока тишина. Пока нету никаких. Ну, может быть, позже. Я еще сделала прививки, друзья. Сестра привозила мне черенки. На этой же грушине я делала прививку. Тут была ветка, как вы помните, если кто смотрел видео. И я эту ветку перепривела. Тремя сортами, друзья, груш. Вот здесь тоже пришлось одну удалить. Вот тоже самое. Видите? Вот. Ну, не сохнут. Значит, по идее, пошло работать все. Будут плохо только, что под заморозок, конечно, попало это дело. Все боюсь, что может, конечно, повредиться. Сейчас еще покажу, где у меня прививка. Так, друзья, это вот тоже прививка. Сестряным черенком. Вот это вот. Ну, посмотрим, что получится. Веточка, конечно, очень тоненькая. Ну, рискнула, привела. Ну, и еще на одном дереве я сейчас вам покажу эту прививку. Если тоже надеюсь, что пойдут. Ну, кто его знает, что будет. Плохо, под мороз попали. Не знаю, что получится, не получится. Ну, вот. Вот такая вот веточка. Вот. Вот, посмотрим. Что касается прошлогодней прививки, что я прививала в прошлом году, вот на это. Вот уже вегетирует, как видите. Прививочка замечательная. Ну, вот, друзья. Я вам показала. Шифер еще у нас лежит, конечно. Почему? Потому что у нас заморозки не прекращаются. Причем сильные. И вот я почему не открываю. Может, многие скажут, да что ж это вы там не открываете. Друзья, я сейчас вам покажу, что произошло с саженцами, которые я высадила. И они у меня даже под укрытием замерзли. Это рододендроны. Вот, посмотрите, друзья, что случилось. Видите, побило все молоденькие листочки. Вот, обратите внимание, как видите. Вот, видите, что случилось. Вот, посмотрите. Видите? Все. Что теперь с ним будет, я не знаю. Как видите, такая беда. Ну, я вот думаю, может, тут вот из почечек пойдут расти. Которые еще не пошли в рост. Может быть, они начнут расти. Вот, это тоже пока еще ничего. Молоденькие листочки. Так что, друзья, ни в коем случае открывать я пока не буду. До тех пор, пока не прекратятся заморозки. Заморозки до 1 мая нам передают. Так что, не знаю. Вишенку вот укрываю 4 дня. Уже 4 ночи укрывала. Войлочную. Потому что не хочется, чтобы погибло. Ну, что ж, я мучаюсь зря, что ли. Ну, вот летают пчелы. Шмели, вернее. Не пчелы. Холодно. На улице пчелы не летают. Шмели летают. Ну, вот, мои дорогие. Я сделала короткий обзорчик вам. Вот такой. Сейчас покажу, как работает мой фонтанчик. Вот, друзья, таким образом работает мой фонтанчик, как видите. Вот так. И уже лягушка там живет у нас. Уже сразу нашла место себе. Вот так. Видите? Такая красота. Хочу сказать, что работает он от шланги, без моторчика, без ничего. Вот так вот бежит фонтанчик. Я потом из этого фонтанчика водичку выбираю, поливаю. И опять набирается фонтанчик. Вот так, друзья. Вот таким образом. Вот, мои дорогие, я вам все показала, что хотела показать. Может быть, кому-то мой обзорчик не понравился. Но я хочу сказать, время, быстро, быстро, отечно. Так быстро все зеленеет. Мы не успеваем оглядываться. Вот, даже посмотрите, уже тюльпанчики. Они у меня игольчатые. Вот-вот-вот распустятся. Казалось бы, только недавно у нас лежал снег. А уже, как видите, все-все зазеленело. Так что, друзья, вот все, что я хотела вам сегодня показать. Спасибо вам за все. До свидания. Всего вам доброго. С вами была Валентина. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.